добрый вечер дорогие друзья мы продолжаем с вами изучать греческий язык нового завета он сегодня первое занятие которое посвящено алфавиту и правилам чтения на греческом языке собственно на этом занятии мы с вами изучим всю необходимую информацию для того чтобы вы могли прочитать вслух произнести то что написано в греческом новом завете когда вы только открываете новый завет на греческом языке вы видите множество странных букв и кажется что непросто понять то что написано но и даже прочитать то что написано непросто однако вы увидите что чтение на греческом языке не слишком сложное занятие и опыт предыдущих поколений студентов показывает что даже среди тех кто так и не выучили греческий язык по крайней мере произнести что-то прочитать что-то слов смогли все поэтому вне всякого сомнения сможете сделать это и вы так что мы сегодня будем обсуждать буквы греческого алфавита будем обсуждать как они произносятся и будем обсуждать прочие знаки которые вы множестве видите в греческом тексте что касается греческого алфавита он состоит из 24 букв тот греческий алфавит которым мы сегодня с вами пользуемся который использовался во многом для написания нового завета он происходит из финикийского алфавита когда-то букв было больше некоторые вышли из употребления ко времени написания нового завета но какое-то влияние они все еще оказывают и по крайней мере одну из них так называемую и гамму мы с вами попозже обсудим обсуждая образование некоторых форм в греческом языке но пока тот алфавит который был используем именно во время написания нового завета выглядит алфавит следующим образом вы можете увидеть его в своем учебнике на 24 странице альфа бета гамма дельта эпсилон зета это тета йота капа лямбда мюнну кси омикром пиро сигма атау оксилон фи хи пси а многие буквы наверно вам уже знакомы потому что греческие буквы используются в математике используются физики для обозначения различных величин поэтому просто из школьного курса физики и математики вы некоторые из этих букв наверно уже знаете более того если вы посмотрите на греческий алфавит вы обнаружите что и буква греческого алфавита и даже порядок следования букв в греческом алфавите очень сильно напоминает русский алфавит поэтому знаю немного русский алфавит греческий учить не так уж и сложно а такое сходство между русским и греческим связано с тем как формировалась письменность на руси одна из основных систем письменности была сформирована сначала кириллом и мефодием которые создали азбуку дославянских языков когда называемого глаголица хотя кирилл и мефодий не путайте с кириллицей кирилл с мефодием создали глаголица и они использовали в глаголице выдуманные ими символы которые для которых они использовали знак креста рыбки и так далее то есть старались создать такую очень христианскую письменность но глаголица не прижилась и чуть позже кирилл болгарский реформировал этот алфавит и создал то что называют кириллицей и от которой происходит собственно русский алфавит и в качестве основы начертания букв были использованы в основном греческие буквы понятно не для всех звуков славянского языка нашлись подходящие греческие буквы например нет звука ш в греческом языке и поэтому понадобилось использовать еврейскую шин для обозначения русского ш но в целом достаточно велико сходство между русским и греческим алфавитом и к тому же и славянский язык и греческий язык они принадлежат к до европейским поэтому между ними достаточно существенное родство есть итак давайте мы с вами подробно рассмотрим греческого парня ну если вы посмотрите алфавит так как его традиционно записывают вы увидите что в алфавите есть прописные и строчные буквы и здесь нужно сразу сказать что разделение на прописные и строчные буквы это достаточно позднее явление на самом деле во времена написания нового завета и разграничение строчных и прописных букв в принципе не было все буквы которые написались новый завет и это можно увидеть а в сохранившихся древних рукописей но напоминали по крайней мере а по внешнему виду буквы прописные но наверное не совсем справедливо было бы сказать что новый завет написан только с провели прописными буквами более справедливо было бы сказать что одним единственным типом двух существовавших на тот момент был написан Новый Завет, который как раз напоминает прописные. Такими буквами быстро писать тяжело, и для более скорой записи используется такое слитное написание, что в русском языке вы можете попытаться писать печатными буквами, можете попытаться писать письменными буквами, поэтому потихонечку в греческом языке сформировалось так называемое курсивное письмо, которое напоминает теперь уже строчные буквы, и к 9-му только веку после Рождества Христова возникло достаточно четкое разграничение, когда стали использоваться отдельно прописные, отдельно строчные буквы, именно вот такое разграничение, явление довольно позднее, тем не менее оно возникло и в современных изданиях Нового Завета применяется. Причем в современных изданиях Нового Завета традиционно с прописной буквы пишут начало абзаца, имена собственные и начало прямой речи. Обратите внимание, предложения не начинаются с прописной буквы. Начало абзаца, имя или начало прямой речи. К тому же стоит отметить, что такие слова, как «Бог», «Дух», даже когда речь идет о Духе Святом, в современных изданиях не пишут с прописной буквы. Это традиция русского языка, но не традиция современной записи греческого текста. И раз уж мы с вами заговорили о Духе, то маленькое попутное замечание. Вы знаете, что когда мы читаем русский текст, то иногда слова «Дух» написаны с большой буквы, иногда слова «Дух» написаны с маленькой буквы, и тем самым переводчики указывают на то, о каком именно Духе с их точки зрения идет речь. Дух с большой буквы – это Дух Святой, Дух с маленькой буквы, это Дух Человеческий, ну или, может быть, какие-то иные духи. Но важно помнить, что большие и маленькие буквы – это толкование переводчиков. В греческом тексте нет больших и малых букв. Греки, по крайней мере, таким способом не могли указать, о каком Духе идет речь. И, в общем-то, большая или маленькая буква зачастую – это вопрос толкования, зачастую – это вопрос контекста. Поэтому, если в синодальном переводе написано, что плод же Духа в послании Галатам есть там и так далее, написано с маленькой буквы, вовсе не обязательно, что это плод человеческого Духа, это истолкование переводчиков и другое толкование, что это речь идет о Святом Духе, который производит нас этот плод, и это может вписаться с большой буквы. Поэтому большие и маленькие буквы открыты для толкования. Хорошо. Мы возвращаемся к большим и маленьким буквам, и вы понимаете, что начало абзаца, имя собственное, прямая речь встречается не так часто, поэтому, собственно, и заглавные буквы, прописные буквы, вы встретите не очень часто. Более того, современные издатели не всегда последовательны в расстановке этих букв, и в некоторых изданиях прямая речь начинается с прописной буквы, в некоторых изданиях она начинается со строчной буквы. Разбивка текста на абзацы, опять-таки, в первоначальном тексте не было ни глав, ни стихов, ни абзацев. Первоначальный текст писался просто сплошь, а если вы посмотрите на текст, вы увидите, что даже пробелов не было в первоначальном тексте, просто сплошные буквы и все. Так вот, разбивка текста на абзацы – это тоже вопрос толкования, поэтому большие и маленькие буквы в начале абзаца тоже расставляются современными издателями и в разных изданиях расставляются по-разному. Но такая уж традиция, что сегодня это разграничение есть, и сегодня издается Новый Завет не такой записью, как было в Новозаветные времена, но текст, записанный строчными буквами, с прописными буквами иногда, ну, для имен, собственно, всегда, в остальных случаях по выбору издать. А теперь давайте мы, собственно, с вами посмотрим на греческий алфавит, обсудим все буквы, как они выглядят, как они произносятся, как они пишутся, и по порядку с первой буквы греческого алфавита, собственно, мы с вами и начнем. Первая буква греческого алфавита Альфа. Для того, чтобы писать греческий текст, нужно себе представлять то место, ту строку, на которую вы пишете, разделенные на две части. То есть вот то место, где вам нужно уместить букву, оно как бы мысленно пусть делится на две части, потому что вот эта середина строки, она определяющая для написания многих греческих букв. И, начиная с первой буквы греческого алфавита, с Альфы, мы пишем прям как раз от этой разделительной строки и вот такой вот достаточно простой жест. Альфа пишется вот так, что касается строчной. Но что касается прописной Альфы, то ее вообще чрезвычайно просто написать. Она похожа на печатную русскую А. Ну и, собственно, Альфа в строчном ли, в прописном ли варианте похожа на русскую А, она и произносится как А. В греческом языке, в отличие от русского, иногда нужна долгота и кратность звуков. И есть специально краткий, например, и долгий вариант О или краткий и долгий вариант Э. Мы сейчас увидим это в выходе полупроведшего. Что касается Альфы, если задаться вопросом о долготе кратности этого звука, то Альфа может обозначать и долгий, и краткий А. Ну, есть какие-то споры по поводу того, насколько долго, насколько краткий, в каких случаях. Нам это не очень важно, но просто, если говорить о долготе кратности, если вы потом будете разбираться в этих вопросах, иногда, когда речь заходит, например, о простановке ударений, важно, с долгим или с кратким звуком мы имеем дело. Так вот, Альфа может обозначать и долгий, и краткий звук, но в любом случае он звучит как русская А. Вторая буква греческого Альфриэта Бета. Для того, чтобы ее написать, нужно начинать вот с хвостика, который опускается ниже линии. Вот так, начиная с хвостика, вы ведете вверх, и вот так вот ее пишите. Что касается строчной, прописной, то она пишется так же, как русская В, и здесь никаких проблем нет. Она пишется как русская В, но произносится как Б. Не путайте Бету с буквой В в русском языке, несмотря на то, что они похожи. Ну, на самом деле, то, что Бета выглядит как русская В, этому есть свое объяснение, и в определенный момент истории греческого языка она и стала читаться как русская В, но об особенностях чтения мы просто с вами поговорим чуть попозже. Сначала мы посмотрим тот вариант чтения, который вам предложен в учебнике Мауса, и потом немного поговорим об альтернативных вариантах прочтения и почему, собственно, альтернативные варианты возникают. Третья буква греческого алфавита Гамма. Строчная пишется следующим образом, то есть вы начинаете с верхнего угла, и эту петельку проводите ниже строчки, и опять возвращаетесь к средней линии. Что касается прописной, то она просто пишется как русская Г. И опять-таки Гамма легко запомнить, и произносится как русская Г, здесь никаких проблем у нас с свое произношением нет. Дельта. Начинаете с линии, пишете кружочек, потом поднимаетесь вверх и рисуете хвостик. А это строчная, и заглавная просто напоминает треугольник. Произносится как русская Д. Ну и чем-то, наверное, по написанию русскую Д, которая вот так вот с хвостиком вверх, а иногда пишется, напоминает. Следующая буква греческого алфавита Эпсил. Ее можно писать двумя способами. Можно вот такую вот дугу, здесь перекладину. В любом случае напоминает русское Е. И можно в виде двух половинок, и то, и другое написание другие приняты, распространено. Какое вам удобнее, то и используйте. А заглавное пишется так же, как русское заглавное Е. Произносится Эпсил как Э. Причем Э кратко. Если вы посмотрите на название этой буквы Э Псилон, то Псилон как раз слово, обозначающее узкий, такое узкое, краткое Э. Почему краткое? Ну, потому что есть и другой звук в Велическом алфавите, который предназначен для описания, для выражения долгого Э. Следующая буква З. Ее, может быть, не всем легко с первого раза написать. При письме нужно начинать с верхнего хвостика. Делаете вот такой хвостик, потом рука идет вниз до нижней черты, и под чертой еще один хвостик. Что касается заглавной, то она просто пишется как в латинской З. Все очень просто. Особенность З в том, что эта одна буква соответствует двум звукам русского языка, выражает два звука. Если русскими буквами мы пытаемся это записать, то мы должны писать ДЗ. Поэтому вот если большую часть букв можно описать одним звуком, то здесь два. ДЗ, З. Следующая это, начинайте такого с маленького хвостика около средней линии, вниз до строки, еще раз, и хвост уходит под строку. Что касается заглавного варианта, то он пишется как русское N, но с русским N не путайте, а произносится это как долгое N. В отличие от краткой эпсила, это долгий звук N. Кстати, вот этот план долгое краткое здесь важно помнить, потому что при образовании некоторых форм в греческом языке мы будем говорить об удлинении эпсиум в эту. Это регулярнейшее явление, постоянно встречающееся, когда для образования определенных форм, сослагательных, наклоняющихся, что-то, эпсиум удлинивается в эту. Следующая буква, Тета. Двумя способами я можно написать, можно просто вот такой вертикальный вал с разделительной черточкой посредине, а иногда, чтобы не отрывать руки, пишут вот так обвалом, обводя, и потом вот так хвостик заводит внутрь. Что касается заглавного, это тоже большой вал с черточкой посредине. У этого звука есть особенность, я так назвал Тета, но она не совсем Т, а на самом деле Тета – это такой придыхательный звук. В русском языке нет соответствующего придыхательного звука, и нам немного трудновато его произнести. Развести, чтобы была понятна логика образования, обратите внимание вот на что. Например, есть такая тройка звуков Б, П, Ф. Б, П, Ф. Видите, Б, П, Ф – они все образуются в одном и том же месте, вот в районе губ, Б – звонкий, П – глухой, и Ф – придыхательный. И вторая тройка – Г, К, Х. Обратите внимание, Г, К, Х. Г – звонкий, К – глухой, Х – придыхательный. А теперь третья тройка – Б, П, Д, Т, Т. А видите, Д – звонкий, образуется, вот знаете, за зубами язык у вас находится, если вы произнесете Д, вы почувствуете Д, Т – звонкий, глухой. И теперь в том же месте нужно образовать придыхательный. То есть язык как бы не до конца касается зубов, а звук так произносится Ц, Д, Т, С, Б, П, Ф, Д, К, Х, Д, Т. Вот в русском языке первая тройка есть, вторая тройка есть, а звонкий, глухой, придыхательный, звонкий, глухой, придыхательный, а вот почему-то не образовалась звука соответствующего Ц, но тем не менее в греческом языке он есть. На письме, вот так вот, ну, если русскими буквами писать, Т, Х, из такой Х, Ю, Х, изображают этот звук, но очень многие русскоговорящие произносят его просто как Т. Однако, может быть, для себя как-то приспособьтесь не Т, а Т произносить, ну, чтобы различать слова с разными звуками, чтобы легче вам запоминать было слова. Следующая, вот по-греческому алфавиту Йота. Пишется очень просто, и английское очень похоже. Не знаю, как вам, а мне первое время, когда я вот писал по-гречески, писал Йота, все время хотелось поставить точку сверху, точку сверху, как в английском языке ставить не надо, как школьная привычка, да, а просто вот такая вот буква, и все. Заглавное, пишется просто палочкой, ну, если хотите вот такие черточки на конца, для конца, но просто, в общем-то, вертикальной палочки достаточно. Произносится как И, опять-таки, может обозначать и долгий, и краткий звук И. Краткое произносится почти как и краткое И, ну, долгие. Следующая Капа пишется как русская К, и строчная, и прописная, а здесь никаких проблем с написанием нет, ну, и произносится тоже как К. Следующая Лямбда, начинаете сверху с хвостика, который выше вот этой разделительной посредине линии, опускаетесь вниз, и приставляете сбоку палочку. А заглавное пишется просто как русское ЛО. Ну, и строчная тоже напоминает русскую ЛО, только с хвостиком вверху, и произносится, собственно, как ЛО. Ну, или, на самом деле, а скорее произносится в греческом языке МЯХТО, но не так важно. Следующая МЮ, напоминающая русскую МА, при письме начинаете с хвостика, который под строкой, поднимаетесь вверх, и вот так вот пишите МЮ, ну, и заглавное пишется просто как М. Звучит как МО, так что легко, опять-таки, запомнить. Следующая НЮ, просто вот такая вот галочка, да, пишется, заглавное пишется как латинское М, и произносится это как Н. А, кстати, что касается строчной буквы, то не путайте с английской В. Иногда так бывает, какие-то учил английский язык, какие-то другие иностранные языки, вот въелось определенное произношение букв, и как раз один из тех случаев, когда очень напоминает латинскую В, и хочется как В произнести, ну, постарайтесь этого избежать. Напоминайте себе, что это у вас не латинский язык, а греческий. А, следующая буква КСИ. Опять-таки, ее с непривычки довольно трудно писать. Мы начинаем с хвостика наверху, хвостик, опускаемся к средней линии, и потом от средней линии вниз, и такой бы хвост внизу. Вот такое вот движение рукой помогает въеду писать. Заглавное фактически пишется в виде трех черточек. Вверху и внизу подлиннее, посредине черточка покороче. Это еще одна буква, обозначающая двойной звук, а в данном случае КСИ. Следующий О микрон пишется как русское О, независимо от того, строчное или прописное, произносится как русское О, но при этом О короткое. Микрон, О, микрон, микрон маленький, да, О маленькая. А противопоставлено О мега. О мега, О большой. А также как у нас Эпсилон, есть Эпсилон краткая, и эта долгая, так есть О микрон, и есть О мега. Опять-таки, когда я говорю, долго, кратко и так далее, вот эти вот все вариации не обязательно соблюдаются последовательно, вот в таком естественном употреблении языка, и в современном языке греческом долгота, краткость уже не играют такую роль, как в древнегреческом, но вот для академических целей давайте вот так будем различать. Следующее, Пи. Хорошо со школы знакомая буква, там, 3,14 и так далее. Отношение длины окружности к диаметру стандартно назначается этой буквой, но пишется так, но заглавное пишется просто как русское П и произносится как П. Никаких проблем нет. Следующий РО, начинаете со схожести капустанкой и вверх вот так вот, и опишите, ну и заглавное пишется русское РО, собственно, и произносится русское РО. Хотя она на русское РО похоже, но в общем-то студенты довольно часто делают ошибки и как-то под влиянием латинского, английского языка пытаются и произнести как П. Нет, П это Пи, а это произносится как РО. Следующая, Сигма, пишется она, там вот, кольцо и хвостик небольшой на конце. У Сигмы есть два варианта написания. Вот так вот Сигма в виде кружка с хвостиком пишется в средине слов. Но когда Сигма встречается на конце слова, она пишется следующим образом. Ну, чем-то напоминающим русского С, только с хвостиком внизу. Вот так вот. Поэтому такое и такое написание вам нужно знать. Что касается заглавной, то пишется вот таким вот образом. Ну, это Сигма, как вот знак суммы, математики, может быть, вам уже знаком. Кстати, любопытно, но в рукописях времен Нового Завета Сигма писалась фактически как русское С. И потом вот такое вот написание. Это более позднее явление. Нам бы, наверное, приятнее было, если бы русское С написание сохранилось. Ну, увы, так не случилось. Кстати, что касается заглавного написания, не думайте, что это конечное, заглавное написание всегда буквы пишутся одинаково, а вот это разграничение внутри слова и на конце, это написание типичное для строчных букв, ну, и, конечно, это все в современных изданиях. то есть, если вы, например, посмотрите на слово апустолос, то увидите апус, вот она, сигма в середине, пишется одним способом, апустолос, конечная сигма, пишется другим. Эти сигмы по звучанию ничем друг от друга не отличаются, просто традиция конечную сигму писать вот так. традиции с давних времен к нам пришедшие теперь мы просто этой традиции следуем. Апустол, кстати, я думаю, вы догадались, это апустол по-гречески. Следующая тау, хвостик и крышечка, ну, и за главной пишется, как русская Т. И, конечно, и звучит это просто как Т, легко запомнить. Следующая опять необычная, непривычный нам звук Y. Пишется так вот. Ну, и заглавное вот так. В чем особенность этого звука? В русском языке нет точного аналога звука Y. Если вы хотите как-то правильно произнести, то сложите губы как произносятся при произнесении И, И, И. А теперь попробуйте при этом произнести Q. Видите, это не У, не И, а у, 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 это есть немецком, есть во французском языке такой звук Y. А в русском Y нету, есть только U. Поэтому приближенном приближенном произношении иногда местописел произносит Q, но опять-таки если хотите как-то ближе быть к норме произношения, то вам нужно будет говорить Y. в транслитерации, то есть в записывании греческих звуков русскими буквами у вас тут в учебнике для того, чтобы подчеркнуть, что это не У, И. Внизу такая поставлена точка. А следующее углу ФИ. Два способа написания у нее есть. Иногда просто рисуют кружок и палочку проходящую через этот кружок. Иногда чтобы не отрывать руку и это может быть более привычное написание рисуют вот так кольцо и хвостик уходящий вниз. По крайней мере в математике если в школе училища ФИ часто используется и обычно так вот рисуются. Заглавное все-таки рисуется кружок и перечеркивающий его палочкой. Ну и произносится как русская ФИ, на которую она и похожа. следующая ХИ при написании обратите внимание корцы уходят ниже линии строки то есть видите она пересекается внизу и под строкой нижней палочки устрочной но прописная просто пишется как русская Х без каких-то там особенностей проблем и опять звучит как Х наконец мы подходим к ПСИ третий звук третья букву выражающая двойной звук ПСИ 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 так что три таких необычных буквы ЗЭТА КСИ ИПСИ ЗЭКС ПСИ в греческом алфавике и последняя букву греческого алфавита Омега строчная пишется вот так опять же по школе наверное она знакома вам и прописная пишется вот такой вот такая штука на входах Омега обозначает долгую О в отличие от Омикрон которая обозначает краткую вот собственно весь греческий алфавит мы с вами посмотрели похож очень похож на русский алфавит поэтому я думаю вам не составит большого труда его выучить выучить в том смысле что вы должны увидев букву по-хорошему знать ее название ну чтобы мы просто могли говорить друг с другом и когда я произношу зато вы понимали какую именно букву идет речь выучить смысле понимать какая букву как читается или увидев все понимать что читается и выучить алфавит это еще и значит выучить букву полпорядка в том порядке в котором они идут полпорядки зачем если если вы будете пользоваться словарями греческого языка то в славаре естественно буквы идут по алфавиту слова расположены по алфавиту если вы не знаете греческий алфавит найти слово в славаре это мучение и если вы не знаете греческий алфавит даже не всегда компьютерные словарей Но понятно, что ткнул мышкой в слово, посмотрел словарную статью, но иногда что-то просто по словарю нужно найти, нужно просматривать, и тогда вот каждый раз, для каждой буквы смотреть в алфавите, где сортировать, это утомительно. Поэтому просто выучить алфавит, это необходимо для нормального пользования словаря. Для заучивания алфавита, что нужно делать? Ну, повторяйте, прежде всего, его, ну, можно не только повторять, алфавит, собственно, можно петь. Петь это тоже хороший способ. В учебнике Маунса приведена одна из возможных мелодий для пения алфавита. Это, собственно, ноты, вот мелодия. Вы можете послушать, как один из студентов Маунса, того человека, который написал учебник, это все поет. Вот, ну, не обязательно только эта мелодия, может быть, вам нравится какая-то другая, можете сочинить какой-то для себя, можете еще что-то сделать, но важно заучить, старайтесь алфавит помнить. Спасибо.